Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, вы у меня спрашивали, что с лимузином Я отвечу, поэтому сегодняшний влог будет полностью посвящен лимузину Погнали Охуеть, второй влог подряд, это значит я просыпаюсь снова рано Заметили связь? А ты что? Я, блять, в тиктоке популярна Сколько у тебя просмотров на этом тиктоке, кстати? Лям Лям, сделала? Она сделала один тикток и на нем лям просмотров за... Сколько часов за 12? Вот он, посмотрите его Не влюбляется, не восхищается Но я знаю, как себя я поменяю Блин, она очень там милая Все, просыпайся! Это я! Блин, пиздец, блин, семья фантомиров, это, блять! Коя! Ты красивая У меня новый стол Все! К лимузину! Да, я тренируюсь уже 52 дня подряд Вы этого не знаете, если вы не подписаны на мой инстаграм Или, блять, есть такие люди, кто до сих пор не понял Что за ежедневные цифры под историями? Что это означает? Are you fucking kidding me? Это количество дней, когда я тренируюсь По-моему, это логично Я выкладываю это дерьмо каждый день Anyway, если вы до сих пор не участвуете в этом челлендже Я вам советую тоже начать тренироваться каждый день Потому что это пиздато И отвечать там меня Это что такое? Кто-то хотел открутить наш значок, походу Он должен стоять вот так А я вам хуя... Блин, так кайф Ээээ, сука! Такая пизданая картинка Может мне каждый влог вести из лимузина? Напишите, если вам нравится Я поставил себе челлендж на 100 дней Что 100 дней подряд я буду тренироваться Каждый день И каждый день буду выкладывать истории Знаете, первые 10, 15, 20 дней Мне было реально сложно А теперь у меня уже реально появилась привычка заниматься каждый день Участвуйте в челлендже, меняйтесь Занимайтесь 100 дней подряд Отмечайте меня Я выкладываю периодически ваши истории к себе Типа, что еще сказать? Давайте вместе изменять себя и этот мир к лучшему А теперь к влогу Ладно Че за мусор? Значит, смотрите Мне каждый день пишут и постоянно спрашивают Сэм, что с лимузина? Оно и понятно На канале в последнее время выходит контент В основном только с лимузина Потому что Блять, это событие, сука! Мы купили лимузин! И сегодня в этом влоге я специально пришел сюда Чтобы записать все ответы на вопросы Связанные с лимузином Рассказать вам Может более обширную историю Зачем он нам? Че мы с ним собираемся делать? Планы на него Что мы будем читить? И какие я хочу придумать проекты для ютуба Связанные Блять С ютубом Долбоем Кто учил тебя разговаривать? Смотрите на это Ладно А если это будет так Или даже вот так А? Поезда Съебитесь и не шумите Значит Для тех, кто как-то странно усваивает информацию Ёбаные поезда! В начале сентября мы купили лимузин не для того, чтобы снять клип Не для того, чтобы сняться в роликах Стефана и Майка Мы купили его В первую очередь для того, чтобы ездить на нем сами Почему такое разбитое окно, блин, спереди? Чтобы в первую очередь ездить на нем сами И однажды погнать на нем в трип по России Типа у нас У нас еще летом в нашей банде была такая идея, что Было бы круто все вместе поехать в трип Поехать в трип по стране Купить какой-нибудь автобус Загрузить туда музыкальные инструменты Взять камеры И погнать в такой блогерский тур по городам Где-то может общаться с людьми Потому что музыку мы еще не пишем, концерты не даем И как бы туром это назвать не получится Но мы блогеры с какой-никакой аудиторией И можем себе позволить ехать не просто так А делать еще какие-то прикольные сходки И придумывать какой-то классный контент по дороге Идея была еще в середине лета Мы все горели Но в конце лета, когда мы уже не могли найти нормальный автобус Мы подумали, а что если купить лимузин И поехать на лимузине Потому что этот, сука, тот же самый автобус Он большой, он мощный Он может ехать на далекие расстояния Потому что тут стоит, блять, огромный американский двигатель И в нем удобно И это явно стильнее, чем ехать в автобусе Дальше была история, что за несколько недель мы нашли этот лимузин Дальше была история, что мы его купили В Ижевске и привезли сюда, в Москву Этот лимузин сразу вдохновил нас на то, чтобы снять клип Чтобы снять ролики со Стефаном и Майком Чтобы напридумать еще кучу всякого контента Который мы впоследствии будем делать Но самое важное решение, которое мы практически сразу приняли Это то, что мы не поедем во Владивосток этой осенью И на самом деле это очевидно Мы сейчас в Москве на улице, сколько я там, 5 вечера И 8 градусов, блять, тепла Вы врубаетесь, что в Екатеринбурге, в Москве, в Новосибирске уже шел снег Я не представляю, какая погода может быть где-нибудь под читой Уже холодно, уже нет летнего вайба Нету духа роа-трипа Чтобы ты сел и голый мог ехать, угорать, открывать окна Вылезать из них, загорать на крыше Этого уже не будет Это уже будет какая-то беспонтовая перегонка лимузина из Москвы в Владивосток Нам этого не хочется Нам хочется поехать в охуительный роа-трип С посещением крутых мест, крутых городов С купанием в Байкале С серфом во Владивостоке и так далее Но мы этого сейчас уже не успеем сделать Поэтому роа-трипа в Владивосток переносится на весну Минимум на весну, там посмотрим по погоде и по общему настроению Что же будет сейчас? А сейчас будет контент Мы будем снимать другие штуки с лимузином Мы будем его красить Мы будем его по-разному тюнинговать И к этому я сейчас приду И, конечно же, ремонтировать А еще было бы прикольно Может быть все-таки чуть позже Съездить на лимузине куда-то, но не так далеко, как во Владивосток И в приоритете, конечно, юг страны, потому что там тепло А сейчас... А сейчас я превращусь немножко в автоблогера Я сломал свои фирменные очки И все сейчас будут... Да сука! И все сейчас будут писать, что я снова кашу под кейси Нейстока Не надо так Но прежде чем я расскажу вам, что мы хотим здесь улучшить Я на... Блядь, ебаный трактор Хули так громко Давай проезжай Прежде всего я хочу... Бляаааааа Прежде всего я хочу анонсировать вам занятную игру, которую я недавно придумал Смотрите Следите за мной У нас на крыше У нас на крыше есть звезды И это навело меня на мысль, что я хочу сделать аллею славы Только не аллею, а логично предположить, что крышу славы Что она из себя будет представлять? На сайте orangegang.store, где вы сейчас можете купить самую лучшую кожуру в игре Shut up машины! Самую лучшую кожуру в игре А в скором времени там появится еще куча всего интересного Я выложил кнопку с донатом Где каждый желающий всего за 100 рублей сможет навсегда запечатлеть свое имя на крыше этого лимузина Че так тут громко? Принцип прост Вы заходите на сайт, нажимаете на кнопку Пишите свой ник в всплывающем окне И как только наберется определенное количество заявок Возьму камеру, маркер Залезу на крышу И начну писать ники один за другим Пока не заполню всю крышу При этом проговаривая их в камеру Сука, сделаю 10-часовой видос без клеек, где я этой херней занимаюсь Без шуток, типа врубитесь Если вам нравится мой контент и если вам нравится, что я делаю То смело донатьте 100 рублей, чтобы быть частью всего этого дерьма А если вы меня ненавидите То тоже участвуйте, потому что вы меня заставите хуй знает сколько часов Сидеть на крыше И писать от руки вот это все В любом случае мне придется нелегко И это круто Ладно, вся инфа в описании, на сайте Переходите, чекайте И участвуйте, потому что мне кажется это круто Это не просто слепой какой-то ебаный донат Благотворительности или хуй пойми что А это реально участие в жизни канала В моей жизни и вклад в лимузин Вклад, потому что сейчас я вам расскажу На что эти бабки пойдут А тут, поверьте мне, есть на чем поработать Итак, пройдемся по списку Что нужно сделать Люк, чтобы в салоне не ходил ветер Круиз-контроль Печка, чтобы регулировалась Глушитель заварить Регулировка сидений Розетки Стекло лобовое Коробка Перегородка Салон-водитель Дворники Дворники уже сделал Омыватель Зеркала заднего вида Тормоза Здесь довольно плохо работают тормоза Светодиодная подсветка Гудок Покрышки Масло везде И все жидкости И, конечно же, мы хотим его покрасить Мы хотим, блядь Мы хотим вывести выхлопанные трубы В разные стороны Сделать сцену вокруг крыши Поставить череп быка на капот И так далее Мне кажется, пределов того, что можно сделать С этой тачкой Просто не существует Она дикая уже Она уже охуительно себя зарекомендовала В нашем контенте И вообще в нашей жизни Это будет самый крутой Самый знаменитый Лимузин в России Я вам обещаю А еще недавно я спрашивал вас О том, как можно вообще назвать эту машину Почему-то очень многие написали, что было бы пиздато Покрасить его в оранжевый Нет! Он не будет оранжевым, чуваки Это жестко Оранжевый лимузин Это жесть Первое, что пришло в голову Это имя ему Элвис И не нужно его красить в оранжевый цвет Он вливает Ты прав, чувак Назовите его натурал Потому что у него нет задней передачи Охуительно! Мы думаем назвать его Почему-то у нас в голове вертится Эль Президенте Эль Чапо Вот что-то такое Либо Либо Ковчег Лимузин Ковчег Why not? Не знаю В общем, над названием мы еще думаем Там не очень темно Так-то лучше Съемки с ним уже определенные прошли Над названием думаем Скоро начнем его чинить Тюнинговать Возможно, поедем в поездку Как я уже говорил И ждите новый контент Я рад, что Я рад, что я выпустил второе видео За два дня Знаете, просто хочется Как-то, блядь, делать влоги Не ежедневно Я не об этом Мне хочется больше разговаривать с камерой Вот так просто Блядь, мне это необходимо Я делал это всю свою жизнь И не знаю Я так чувствую себя с собой Мне просто нравится Знаете, на днях ходил я, короче На одно мероприятие Где были просто все ютуберы Абсолютно Вообще Вот просто, блядь, все От трансформатора до Джарахова От богатых школьников до Усачева Просто, блядь, всякогорта Мероприятие, кстати, было Классное Там сделали Ребята из Девико Это такое агентство Они сделали Организовали Музей Ютуба Я скину ссылку в описании На сайт Девико Потому что это классно Реально Можно пойти В музей Ютуба И он находится на винзаводе И за каждый год Посмотреть Как что развивалось Посмотреть на какие-то прикольные Вещи Ютуберов Ваших любимых В одном экземпляре Я очень хочу Чтобы в будущем Там висела кожура И она будет там висеть Скриньте это Чтобы потом в будущем Показывать Что, блядь Вы это скринили Вот тогда Когда Олдфаги вы Я был на этом мероприятии Нас туда с ребятами Пригласили И Ко мне подошел Один давний Знакомый Инстаграмм Миллионник Такой чувак Он ко мне подошел И сказал Сэм Что ты делал все лето Где ты был Где твой настоящий контент Где то, что ты делал в начале Где твои разговоры И почему ты начал Почему ты перестал быть собой И знаете Я вот так подумал Что реально в погоне За каким-то контентом Не в погоне За каким-то контентом Я даже не знаю почему Но я Немножко отошел От своей оригинальности И вы это могли заметить Но еще вы могли заметить Что в последних влогах Не в клипе там И в других вещах Это все эксперименты Которые Которые я делаю Для того, чтобы расти Которые я делаю Потому что я хочу Открывать для себя Новые вещи Я Я человек Я постоянно изменяюсь Я постоянно расту И это правильно И это нужно Но почему-то во всем этом Я забыл Как разговаривать с камерой А сейчас опять вспоминаю Второй день Второй влог Спасибо, что посмотрели его Видосы, как вы могли заметить Выходят по утрам Чтобы вы могли Самыми первыми С самого утра Вдохновиться Развеселиться Поднять себе настроение И так далее Поэтому ставьте колокольчик Подписывайтесь на мой канал Если вы до сих пор здесь Почему-то не подписаны Рассказывайте обо мне своим друзьям И увидимся завтра Всем пока Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok